Добрый день всем! Добро пожаловать в новое видео на мой канал. Очень рада, что вы остановились и решили посмотреть. Сегодняшнее видео будет полностью посвящено фаворитам в сфере бьюти. Уже много раз я заявляла о том, что я не являюсь бьюти-блогером, я не претендую на это звание, я не позиционирую себя в каком-то определенном направлении. Тем не менее, я очень люблю красоту, я очень люблю уход за собой, я очень этим интересуюсь всегда. И всегда, когда я нахожу что-то интересное и новое и очень эффективное, я готова с вами этим делиться. Не будем долго затягивать, сразу начнем. И начну я, наверное, с ухода за волосами, потому что я уже, по-моему, два видео снимала по поводу ухода за волосами. И у меня появились новые любимчики. Я постоянно экспериментирую, я все время слушаю разные отзывы разных людей, в том числе и своих подруг. И одна из моих подруг, Полина, которую вы видели в одном из моих видео, посоветовала мне приобрести шампунь и маску на сайте iHerb.com. Это сайт органических продуктов, там как уходовый, так и еда, все органика, все натуральное, и доставка до Алматы осуществляется без всяких проблем. Поэтому я, недолго думая, быстро зашла на сайт, сделала заказ и приобрела вот такие два чудо-средства. Это шампунь. Фирма называется Giovanni Шампунь, как здесь написано, для всех типов волос, в особенности для тех, которые требуют восстановления и питания и ухода. Он очень их питает, и это чувствуется прямо с первого использования. Естественно, всегда нужно в паре иметь какой-то кондиционер, либо маску, как в этом случае. Это маска той же компании, они идут вообще, по идее, вместе, это все одна технология, и то есть это без этого, наверное, не так хорошо бы работало. У меня прямо волосы очень мягкие, они очень податливые становятся. У меня так же, в принципе, было и с другими шампунями, но мне нравится, во-первых, в этом, что это большой объем, что это очень удобная упаковка, что там натуральные ингредиенты, и что он невероятно экономичен в использовании и делает мои волосы по-настоящему блестящими, ухоженными и красивыми. Это то, что я требую от шампуня. Я это получила в данном случае, поэтому я очень довольна. Дальше давайте пройдемся по уходу за лицом. Первый продукт, о котором я хотела бы поговорить, это компания Леврана. Вот так вот выглядят эти бутылечки, они стеклянные, очень такие тяжеленькие. История такова. Мы проводили мероприятие Мама Смаркет этим летом, в начале лета, и одним из участников в нашей бьюти-зоне была девушка Раиса и со своей косметикой Леврана. Они производят несколько линеек для разных типов кожи, и это не только уход за лицом, но и уход за телом. Эти крема серии Малина. У меня здесь крем для век и крем для лица. Я сейчас покажу вам текстуру, чтобы вы понимали. Это достаточно густые крема, которые на первый взгляд, когда я открыла баночку, выдавила, я подумала, что эти крема жирноватые для меня. Ну, то есть под глаза еще как бы ладно, да. Но вот для лица мне показался достаточно жирный крем, который, наверное, мне не подойдет, потому что у меня кожа сама по себе склонна к жирности, комбинированная, и поэтому я использую более легкие текстуры. Но, вы знаете, меня потрясли просто результаты, потому что я не ожидала, что... Ну вот, я не знала никогда, я ничего не слышала об этой фирме, и просто мне вот подарили, и я решила попробовать. И я осталась в восторге. Крем для глаз я пользуюсь каждый день, утром и вечером. Он настолько как-то смягчает вот эту вот границу мешков моих под глазами, и настолько вот эта вот зона стала такой очень упругой и мягкой, гладкой, что, ну, я все во всем как бы виню этот крем, который действительно очень-очень мне подошел. Также крем для лица я его использую в сном на ночь, потому что он невероятно питательный, после него кожа невероятно гладкая. Единственный минус днем — это когда я использую под макияж, он немного, поскольку он такой вот плотной текстурой, он немного жирнит мою кожу все равно, она начинает блестеть раньше, чем мне это нужно. Поэтому я пользуюсь им на ночь, а днем, утром, перед нанесением макияжа, я использую свой крем MAC Mineralized Charged Water Moisture Gel. Это крем на гелевой основе. Он вот прям как гель выглядит. Прям сразу такой прозрачный, легкий, отлично он работает. Это именно так, как мне объясняла продавщица в магазине, что когда вы наносите его, он блокирует выделение протестальных желез, или как-то он, в общем, их сдерживает, и вы не начинаете блестеть. То есть я действительно припудриваюсь, ну, один раз в день теперь с этим кремом, когда раньше я, ну, мне требовалось раза 3-4 поправлять макияж в течение дня, чтобы сильно не блестеть в зоне, в тезоне особенно. Следующий очень классный и смешной продукт, о котором я хотела бы поговорить, это вот такой вот спонжик. Спонжик коньяку или конжак, по-разному его называют. Он вот такой вот мягкий, упругий, и в моем случае он черный, а он еще бывает самых разных цветов. Черный это вот из-за того, что там есть добавление угля, что отлично способствует посушиванию разных высыпаний. Он прекрасно отшелушивает омертвевшие клетки, он увлажняет, он делает очень много. И мне очень нравится эффект, как ощущается мое лицо, моя кожа после того, как я им умываюсь. Умываться им очень просто, можно смочить водой и просто самостоятельно, без каких-либо средств умывать лицо. Ну, естественно, когда оно очищено от макияжа. Либо с средством для очищения вы его наносите, а потом массируете лицо спонжиком. В общем, очень классная вещь. Я купила его, естественно, своей любимой подруге Диной в магазине YellowKazer. Следующий продукт – это продукт для тела, тоже компания Леврана. Это крем-масло для тела «Дикая роза». Выглядит он очень интересно. Он твердый, но под температурой тела он начинает плавиться, и он просто невероятно, нереально увлажняет кожу. Он как будто бы запечатывает в жидкость в коже и не дает ей больше никуда испаряться и уходить. Еще одно уходовое средство, которое невероятно нужное и актуальное летом – это вот такая вот розовая водичка, увлажняющая для лица и для тела. Это фирма Mario Badescu. Я вообще… Эту штуку мне подарили вместе с моим заказом, когда я его делала когда-то давно на сайте Nordstrom. Мне просто положили его в подарок, это средство. Здесь не так много на самом деле ингредиентов, что очень хорошо, потому что чем меньше ингредиентов, тем натуральный продукт. И работает таким образом, что вы распыляете на кожу и вбиваете его в кожу. Вбивайте его и не давайте ему испариться, не давайте ему высохнуть на вашем лице. Просто вот вбейте так, чтобы она впиталась, эта водичка. Последний уходовый продукт – это продукт вообще, это штучка моей мамы. Это нефритовый такой роллер. Когда-то давно, я еще была маленькая, у мамы появилась эта штучка, и мне всегда было так интересно, что она такая красивая, такой зеленый камушек и ручка такая красивая. Я вечно мечтала как-то воспользоваться, не знала как, но теперь я им пользуюсь, мама мне его отдала. Нефрит – вообще натуральный камень, он невероятно холодный, и такое классное, приятное ощущение, когда вы массируете, делаете вот такими движениями. Вообще он призван выравнивать кожу, разглаживать морщинки, тонизировать кожу. В принципе, ну, если честно, то я особого такого прям эффекта, да, разглаживания, супер разглаживания от камня не вижу. Но это всегда приятная процедура, и я думаю, что она действительно полезная, поэтому стоит вот так вот массажировать подглажное пространство, может быть, еще и лицо, просто у меня макияж нанесен. Стоит все-таки вообще все эти вещи применять, когда вам уже за 25. Когда вам за 25, да, нужно уже самое время начинать использовать все возможные гаджеты для того, чтобы избежать различных там инвазивных каких-то процедур, там, типа потокса и так далее. Ну, я, конечно, ничего в этом плохого не вижу, но для меня это так страшно, и мне пока это не нужно, и я хочу сделать все, чтобы избежать подобных процедур на своем лице. Поэтому вот применяю различные крема, примочки, сапонжики, в общем, я вооружена и не согласна принимать какие-то морщины и признаки старения так рано. С уходовой секции закончили, приступим к бьюти-продуктам. Первое я бы хотела посвятить ноготкам, потому что я, по-моему, еще ни разу не показывала никакие средства, которые я использую для ногтей. Лаки. А вообще, я делаю маникюр в салоне, я думаю, это не что-то из ряда вон выходящее в нашем горе, но поскольку я знаю, что в некоторых странах девушки, многие просто сами себе делают маникюр и не прибегают к помощи салонов, но мы девушки салонные в Алма-Ате, поэтому делаем маникюр в салоне. И, естественно, покрывают мне в салоне гелем, поскольку это, ну, очень удобно. Они очень долго держатся, они укрепляют ноготь, эти гелевые лаки, но в домашних условиях, естественно, у меня нет лампы, я, честно говоря, не хочу ее покупать, лишняя трата денег и времени, потом я не буду, скорее всего, делать это дома. Поэтому, когда я отдыхаю от геля, а это будет очень скоро, когда мы поедем отдыхать, я сниму гель, и чтобы, ну, ногти все-таки были какие-то, может быть, иногда красивые и накрашенные, я использую две фирмы. Первая — это Энни. Это немецкие лаки, очень хорошего качества, они, вот стоимость у меня здесь написано 2330, они очень классно держатся, несмотря на то, что это простой лак, то есть это не гель, это не винилюкс, о котором я сейчас чуть позже поговорю, но при этом они имеют очень удобную кисточку и хорошо держатся на ногтях долго. Еще у меня есть закрепитель от Энни, и в тандеме они просто потрясающе работают. Два оттенка моих любимых — это красный и такой сливовый. Второй бренд, которым я люблю пользоваться, это Винилюкс. Я думаю, что многие из вас знают эту фирму. Написано, что сделано в Мексике. Ты что, мексиканская фирма? Скажите мне, если вы знаете. Это чуть лучше, чем лак, в том смысле, что держится еще дольше, чем лак. Меньше, чем гель, но больше, чем обычный лак. Он невероятно стойкий, очень большая палитра оттенков, но вам обязательно нужно будет приобрести вот такой еще черный закрепитель. Без него волшебный лак не работает. То есть все волшебство вот в этом тюбике. То есть вы покрываете сначала лаком в один слой или в два, и потом покрываете вот этим чудо-закрепителем, который и дает этот эффект длительного ношения. Что касается парфюма. Такая смешная история с этим парфюмом. Это парфюм Jo Malone Blackberry & Bay. Невероятный запах, вот просто какой-то чудеснейший. Я не умею описывать запахи, я не буду это делать. Пожалуйста, зайдите, может быть, в гугл и на, может быть, на официальный сайт и прочитайте описание, а лучше сходите в сакс и понюхайте. Это очень классный запах, который мне подарил мой супруг, когда я была, когда я только забеременела. То есть я забеременела в январе, а он мне подарил в декабре, на мой день рождения. Я начала им пользоваться активно, мне очень нравился этот запах. Потом у меня начался токсикоз, и меня от всех запахов воротило. Ну, это нормальная история, я думаю, девушки, которые уже были в таком положении, меня поймут. И вот после того, как прошел вот этот период моего токсикоза, этот запах, которым я пользовалась каждый день, потому что он мне нравился, он не вызывал мне никакого рвотного рефлекса. И мне он очень нравился, поэтому я им пользовалась. Я пшикала везде вокруг себя, чтобы не чувствовать других запахов. И что вы думаете, когда прошел мой токсикоз, я начала когда пользоваться просто этим парфюмом, уже будучи глубоко беременной, или уже когда я потом родила уже дочку, у меня подступало вот это тошнотворное ощущение к горлу, и вот это ощущение токсикоза, оно приходило снова. И я, конечно, сделала огромную ошибку, и потребовалось два года, или даже чуть больше, чтобы прошло, и теперь я снова могу им пользоваться, потому что он более не вызывает во мне таких ощущений. Чуть-чуть осталось продуктов, и эти продукты... Это косметика декоративная. Первое — это вот такие вот тенюшки, которые подарила когда-то давно мне моя подруга Мила. Опять же, привет тебе. В солнечную Италию. Это тени от Chanel номер 827. Illusion d'Ombre. Не знаю, как правильно читать. Вот такие вот золотистые тенюшки. Они такие вот как бы компактные, но при этом у них неплотное покрытие, такое сверкающее, бронзовое, я бы сказала. Я даже сейчас вам попробую немножко на глазу. Они дают такой теплый оттенок, золотисто-бронзовый. Ну и очень красиво блестят. Сейчас летом как раз очень актуально использовать именно всякие блестящие текстуры, потому что тепло, все должно сверкать, переливаться и блестеть. Вот такие тени. Очень красивые. Я прямо ими пользуюсь. И они подходят для ежедневного использования, мне кажется, потому что они, ну, так скажем, много на себя не берут, просто красиво подчеркивают форму глаз. Отличные тени, я их обожаю, спасибо большое еще раз на подарочек. Следующий продукт тоже из блестящих. Это вот такой вот хайлайтер от MAC, называется он Pink Rebel. Надо немножко встряхнуть. Это жидкий хайлайтер, который при нанесении совершенно необычайно подсвечивает вашу кожу. Можно чуть-чуть капелюшечку добавлять в ваш стандартный BB-крем или в просто тональную основу, и тогда вот этот вот блеск, который будет подсвечивать изнутри, он будет у вас на всем лице. Ну, я люблю, в принципе, акцентировать это свечение на отдельных частях лица, поэтому, ну, не добавляю его в тональную основу. Ну, тоже невероятно классно на лето, потому что летом должен быть такой, не знаете, немножко мокрый, такой красивый блеск, то есть не жирный блеск, а такой, как глянец. И вот такие средства отлично подходят для того, чтобы этого добиться. Итак, осталось три продукта для губ, и я прям буду красить и показывать, как это все выглядит. Первое — это мой любимый карандашик Lumine номер 2. Цвет называется Wild Rose. Он вообще не розовый, он больше как коричневый. Его мне посоветовала подруга моей подружки, ее зовут Белла, и у нее просто какой-то невероятный всегда цвет губ, и я ее как-то спросила, что ты, чем ты пользуешься, и она мне показала этот карандашик. Ну, я, естественно, настоящая девочка, сразу же побежала в какой-то ближайший магазин, и сразу там нашла этот карандаш. Так. Я, наконец-то, нашла эту помаду, эту чудо-помаду, которую есть. Ну, как я нашла? Я попросила маму купить ее в Европе, потому что наши маки не продают ее, то есть их у них нет просто в наличии. Оттенок называется вот так. Фокусируйся, камера. Оттенок Whirl. Оттенок Whirl. Этот оттенок очень популярный среди всяких американских и английских блогеров, и мне невероятно нравилось, как он смотрится у них на губах, поэтому сейчас вам продемонстрирую, наверное, зеркальце возьму. Коричневые помады сейчас набираются популярности, я не отстаю от тренда. В паре с этим карандашом отлично смотрится коричневая помада. Замечательная помада, может быть, немножко ее можно больше, более интенсивно сделать, она будет более коричневой, либо промокнуть, наоборот, салфеткой, и она будет прям такой, как бы нюдовой, но немножко с таким коричневатым оттенком. Невероятно мне нравится, мне кажется, она прям очень красиво подчеркивает форму губ. У нас в Маке ее не продают, видимо, ее раскупили, и они не завозят новые, к сожалению. Вот, и последний продукт, который я хотела бы вам показать, это вот такой блеск от L'Oréal Paris, цвет номер 103, очень классный. Он вот прям как такой карамелька какая-то. Я сейчас вам сотру вот этот и покажу, как смотрится этот блеск. Красиво. Классный аппликатор, очень удобный. Он вот прям глянец, стопроцентный. Вот. И что очень приятно в этом блеске, это то, что он не скатывается, и вот здесь не образовывает такой вот белой полоски, как, я думаю, многим из вас может быть знакомо это ощущение. Он очень качественный, и прям ложится, и пахнет он вообще реально какой-то конфеткой. Ну что, друзья, я буду с вами прощаться. Это было длинное видео, особенно для меня, потому что меня прерывали бесконечно, я постоянно нажимала стоп и что-то делала, потом возвращала. Спасибо большое, что вы смотрели, и мы увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.